Глава шестая. Господь сказал Моисею, если человек согрешил, совершив преступление против Господа, если стал отрицать, что ему на хранение, либо под его ответственность, была дана какая-то вещь, или скрыл краденое, или незаконно отнял что-то у ближнего, или, найдя вещь, потерянную ближним, стал это отрицать, если совершил один из тех грехов, что люди могут совершить, и усугубил его ложной клятвой, пусть тот, кто совершил такой проступок и на кого легла вина, сперва вернет то, что было ему крадено, или отнято, или отдано ему на хранение и не возвращено, или потеряно кем-то, а им найдено. Пусть вернет все то, о чем он дал ложную клятву, пусть полностью возместит причиненный ущерб и прибавит еще одну пятую. Все это он должен отдать владельцу в день принесения возместительной жертвы, и пусть в возмещение он принесет Господу барана без изъянов. Пусть выплатит священнику стоимость барана в качестве возместительной жертвы. Священник совершит над ним пред Господом обряд искупления, и проступки, навлекшие на этого человека в вину, будут ему прощены. Господь сказал Моисею, возвести Аарону и его сыновьям. Вот закон для всесожжения. Жертва всесожжения должна оставаться там, где ее предали огню, на жертвеннике, всю ночь до утра. На жертвеннике должен гореть огонь. Пусть священник, надев льняное одеяние и льняные штаны, прикрывающие плоть, соберет залу, оставшуюся на жертвеннике после всесожжения, и высыплет ее рядом с жертвенником. Затем, сменив одежду, пусть вынесет залу за пределы стана, на чистое место. Пусть огонь на жертвеннике горит и не угасает. Пусть священник каждое утро добавляет туда дров, раскладывает всесожжение, а вместе с ним сжигает и жир пиршественных жертв. Огонь на жертвеннике должен гореть постоянно, не угасая. Вот закон для хлебного приношения. Сыновья Аарона должны возлагать это приношение пред Господом у жертвенника. Нужно взять из приношения горсть муки с оливковым маслом, а также весь ладан, и сжечь на жертвеннике, как знаковую долю. Это будет благоуханный дым, приятный Господу. Остальную часть пусть съедят Аарон и его сыновья. Хлебное приношение должно быть съедено в виде пресного хлеба на святом месте. Пусть едят его во дворе шатра встречи. Нельзя готовить его на дрожжах. Эту долю из приносимых мне даров я отдаю Аарону и его сыновьям. Эта доля святыня святынь, как в случае очистительной и возместительной жертв. Все мужчины из числа потомков Аарона могут есть ее. Во веки, из рода в род, она им причитается от приносимых Господу даров. И все, что соприкоснется с этими дарами, станет святыней. Господь сказал Моисею, Аарон и его сыновья со дня своего помазания должны приносить Господу регулярное хлебное приношение из одной десятой эфы пшеничной муки, половину утром и половину вечером. Такой хлеб нужно готовить на противне с оливковым маслом. Этот хлеб, приносимый вами, должен быть испечен из хорошо замешанного теста. Крошите его на кусочки. Это будет благоуханный дым, приятный Господу. Пусть так делает каждый священник, потомок Аарона, который будет помазан как преемник Аарона. Такой хлеб причитается Господу вовеки и сжигается полностью. Всякое хлебное приношение священника должно быть всецело сожигаемой жертвой. Есть его нельзя. Господь сказал Моисею, возвести Аарону и его сыновьям. Вот правило для очистительного жертвоприношения. Очистительная жертва должна быть зарезана пред Господом на том же месте, где режут жертву всесожжение. Это святыня-святынь. Священник, приносящий очистительную жертву, должен ее съедать. Нужно есть ее на святом месте, во дворе шатра встречи. Все, что соприкоснется с этим мясом, станет святыней. Если кровь жертвы попадет на одежду, то забрызганную часть одежды следует отстирать на святом месте. Глиняный сосуд, в котором варилось мясо такой жертвы, нужно разбить. Если же оно варилось в медном сосуде, этот сосуд нужно выскрести и сполоснуть водой. Все мужчины из священнического рода могут есть такую жертву. Это святыня-святынь. Но мясо очистительной жертвы, кровь которой вносили в шатер встречи, чтобы совершить в святилище обряд искупления, есть нельзя. Его следует сжечь. Глава седьмая. Вот правило для возместительного жертвоприношения. Это святыня. Святыня-святынь. Возместительную жертву режут на том же месте, что и жертву всесожжения. Надо окропить жертвенник кровью со всех сторон и возложить на жертвенник весь жир. Курдюк, жир с внутренностей, а также обе почки и тот жир, что на них у бедер, и отросток печени. Его надо извлечь вместе с почками. Священник должен сжечь все это на жертвеннике, как дар Господу. Это возместительная жертва. Все мужчины из священнического рода могут ее есть. Ее надо есть на святом месте. Это святыня-святынь. И для возместительной, и для очистительной жертвы правило одно. Жертва принадлежит священнику, который совершает искупительный обряд. Священник, совершивший всесожжение за другого человека, берет себе шкуру животного, которое он принес в жертву. Хлебное приношение, испеченное в печи, приготовленное на противне или на сковороде, принадлежит священнику, совершившему жертвоприношение. Всякое хлебное приношение, смоченное оливковым маслом или сухое, принадлежит всем потомкам Аарона в равной мере. Вот закон для пиршественной жертвы, которую человек приносит Господу. Если она приносится в знак благодарности, то благодарственную жертву должно сопровождать приношение пресного хлеба, смоченного оливковым маслом, пресных коржей, промазанных маслом, и лепешек из пшеничной муки, из хорошо замешанного теста, смоченных маслом. Это приношение, которому добавляется хлеб из дрожжевого теста, должно сопровождать благодарственную пиршественную жертву. По одному хлебу каждого вида берется для подношения Господу. Эта доля принадлежит священнику, который совершал окропление кровью пиршественной жертвы. Мясо благодарственной пиршественной жертвы должно быть съедено в тот же день. Ни одного кусочка нельзя оставлять до утра. Принося жертву по обету или добровольную жертву, нужно съедать ее в тот же день, а остаток на следующий день. То мясо, что останется на третий день, надо сжечь. Если мясо пиршественной жертвы едят и на третий день, эта жертва не будет угодна. Она не будет засчитана тому, кто ее принес. Это порченное мясо, и кто его ест, на того ляжет вина. Мясо, которое соприкоснулось с чем-либо нечистым, есть нельзя. Его нужно сжечь. Только тот, кто чист, может есть мясо. Кто, будучи нечист, ест мясо пиршественной жертвы, принесенной Господу, тот будет истреблен и отторгнут от народа своего. Кто коснется чего-либо нечистого, будь то нечистота человека, или нечистое животное, или нечистая мерзкая тварь, а затем поест мясо пиршественной жертвы, принесенной Господу, тот будет истреблен и отторгнут от народа своего. Господь сказал Моисею, «Возвести сынам Израилевым, жир коров, овец и коз не ешьте. Жир животных издохших или растерзанных зверями употребляйте для всяких нужд, но только не в пищу. Кто ест жир животных, принесенных в дар Господу, тот будет истреблен и отторгнут от народа своего. Где бы вы ни жили, не употребляйте в пищу кровь птиц и животных. Кто употребляет в пищу кровь, тот будет истреблен и отторгнут от народа своего». Господь сказал Моисею, «Возвести сынам Израилевым, приносящие пиршественную жертву Господу, пусть часть ее отдает Господу. Своими руками он должен преподнести Господу свой дар. Пусть отдаст жир и грудь животного, чтобы эта грудь была вознесена пред Господом как дар. Пусть священник сожжет жир на жертвеннике, а грудь жертвы принадлежит Аарону и его потомкам. Правое бедро ваших пиршественных жертв отдавайте священнику как подношение. Правое бедро — доля того из потомков Аарона, кто возлагает на жертвенник кровь и жир пиршественной жертвы. Ибо я беру у сынов Израилевых из их пиршественных жертв, грудь жертвы, возносимую как дар, и бедро, подносимое в дар, и отдаю их Аарону священнику и его потомкам. Это доля, которая причитается им вовеки от сынов Израилевых. Такое вознаграждение получают Аарон и его сыновья со дня своего посвящения в священники Господа, из даров, приносимых Господу. Когда Господь помазал их, Он повелел, чтобы сыны Израилевы отдавали им это вознаграждение из века в век, из рода в род. Таков закон для всесожжений, а также хлебных, очистительных, возместительных, посвятительных и пиршественных жертвоприношений. Все это Господь возвестил Моисею на горе Синай, когда повелел, чтобы сыны Израилевы совершали приношение Господу в Синайской пустыне. Глава восьмая. Господь сказал Моисею, приведи Аарона и его сыновей. Возьми одеяние, масло для помазания, быка для очистительного жертвоприношения, двух баранов и корзину с пресным хлебом. Собери всю общину у входа в шатер встречи. Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Когда община собралась у входа в шатер встречи, Моисей сказал, «Вот что повелел Господь». Он вывел вперед Аарона и его сыновей, омыл их водой, надел на Аарона рубаху, опоясал его поясом, облачил его в ризу и эфот, обвязал его узорчатым пояском эфода. Он надел на Аарона нагрудник, вложил в нагрудник урим и туммим, а на голову Аарону возложил тюрбан. Спереди Моисей прикрепил к тюрбану золотую пластинку, священный венец, как повелел ему Господь. Потом Моисей взял масло для помазания и, помазав скинью и все, что в ней было, осветил ее. Семикратно окропив жертвенник маслом, помазав маслом его и всю его утварь, чан для омовений и его подставку, Моисей осветил их. Возлив масло помазания на голову Аарону, Моисей помазал и осветил его. Потом он вывел вперед сыновей Аарона, надел на них рубахи, опоясал их поясами и повязал им головные повязки, как повелел ему Господь. Затем он вывел быка для очистительного жертвоприношения. Аарон и его сыновья возложили руки на голову быка. Затем быка зарезали. Моисей обмакнул палец в кровь и помазал ею роги жертвенника, чтобы очистить жертвенник. Остаток крови он вылил к его подножию. Так он осветил жертвенник, совершив над ним обряд искупления. Весь жир, покрывавший внутренности быка, отросток печени, обе почки и жир, что на них, Моисей сжег на жертвенники, а остальные части быка, шкуру, мясо и нечистоты, он предал огню вне стана, как повелел ему Господь. Затем вывели барана для всесожжения. Аарон и его сыновья возложили руки на голову барана и барана зарезали. Моисей со всех сторон окропил жертвенник кровью. Тушу барана разрубили на части. И Моисей сжег голову, части туши и жир. Внутренности и ноги барана промыли, в воде. И Моисей сжег барана на жертвенники без остатка. Это была жертва всесожжения, благоуханный дым, приятный Господу. Дар ему, как и повелел Господь Моисею. Затем вывели второго барана, посвятительную жертву. Аарон и его сыновья возложили руки на голову барана, и барана зарезали. Моисей взял его кровь и помазал Аарону мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Потом вывели вперед сыновей Аарона, и каждому из них Моисей помазал кровью мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги, и со всех сторон окропил жертвенник кровью. Потом он взял жир, курдюк барана, весь жир, что покрывает внутренности, отросток печени, обе почки и тот жир, что на них, а также правое бедро барана. Из корзины с пресным хлебом, что стояло пред Господом, Моисей взял пресную лепешку, лепешку, смоченную оливковым маслом, и корж, и положил их на жир и правое бедро барана. Все это, положенное на руки Аарона и его сыновей, Моисей вознес пред Господом. Затем Моисей взял все, что лежало на руках у Аарона и его сыновей, и сжег на жертвенники вместе со всесожжением. Это была посвятительная жертва, благоуханный дым, приятный Господу, дар ему. Взяв грудь барана, Моисей вознес ее пред Господом. Это была доля Моисея от посвятительной жертвы, как повелел ему Господь. Потом Моисей взял масло помазания, взял кровь с жертвенника и окропил Аарона и его одежды, а также его сыновей и их одежды. Так он осветил Аарона и его одежды, а также его сыновей и их одежды. Моисей сказал Аарону и его сыновьям, «Сварите это мясо у входа в шатер встречи и съешьте его там вместе с хлебом, что лежит в корзине для посвятительного жертвоприношения. Так я повелел вам, когда сказал, это должны съесть Аарон и его сыновья, а остатки мяса и хлеба сожгите. Не отходите от входа в шатер встречи семь дней, пока не завершится ваше посвящение в священники. Оно должно длиться семь дней. То, что сегодня было сделано, Господь предписал делать для вашего искупления. Семь дней оставайтесь у входа в шатер встречи, днем и ночью, исполняя свое служение Господу, и тогда вы не умрете. Так мне было велено. Аарон и его сыновья исполнили все, что Господь повелел им через Моисея.